Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Сегодня мы познакомимся с некоторыми духовно-просветительскими изданиями, в которых освещаются основные события жизни приходов различных епархий, рассказывается о православной вере, об интересных людях и церковных праздниках. Также вашему вниманию будет представлена серия журналов для тех, кто ведет хозяйственную деятельность на благо церкви. Это настоятели храмов, экономы монастырей, руководители реставрационных, строительных предприятий, иконописных и швейных мастерских. Итак, начнем наш выпуск с нового номера газеты Покровской епархии «Церковная жизнь». День Победы, Вознесения Господня, День Святой Троицы или Пятидесятница. Последний месяц весны наполнен множеством радостных, памятных и важных событий. О некоторых из них вы узнаете в свежем номере. 9 мая – особый праздник для нашей страны. Это торжество спасенного народа, освобожденного мира и сохраненной веры Христовой. В этот день миллионы людей вспоминали героев фронта и тыла, жертв войны, своих родственников. Как отметили День Победы в Покровской епархии, можно узнать уже на первой полосе газеты. О своих мыслях и чувствах говорят клирики и миряне. В разделе «Хроника» представлена подборка наиболее интересных заметок о жизни приходов епархий, о праздновании 9 мая, проведении спартакиады, паломнических и экскурсионных поездках и многом другом. В рубрике «Книжная полка» автор статьи «Малая стада Христова» познакомит читателей с книгой Людмилы Разумовской «Русский остаток». Эта книга стала событием не только для православной, но и для всей современной отечественной литературы. Если говорить коротко, то это роман о любви, о чести и долге, о верности и вере. Постоянная рубрика «Церковная школа» поведает о святом, одном из основоположников скидского подвижничества на Руси. Он избегал почестей, славы и эпицентра политических событий, а в итоге стал их ярким участником. Подробности жития и подвига преподобного Нила Сорского, чью память церковь чтила 20 мая, на седьмой полосе газеты. Детская страница, завершающая майский номер газеты, не перестает радовать творческими работами, красочными рисунками и увлекательными рассказами. Уважаемые телезрители, редакция газеты «Церковная жизнь» приглашает всех желающих принять участие в конкурсах и викторинах, объявленных на страницах издания. В этот раз читателям предлагают отгадать загадку и принять участие в конкурсе, приуроченном ко дню памяти создателей славянской письменности, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Письма с ответами, творческими материалами, а также предложениями по наполнению странички и сочинениями о Боге, о вере, храме или воскресной школе вы можете присылать на электронный адрес, который представлен на экране. Спрашивайте свежие номера газеты «Церковная жизнь» в храмах Покровской епархии. Вышел в свет новый номер газеты «Точка опоры». Главная тема выпуска посвящена грядущему празднованию. 27 мая весь православный мир отмечает День Святой Троицы. Открывается свежий номер словом главного редактора газеты про Таирея Григория Григорьева в честь предстоящего радостного события. Многие люди, порою искренне верующие, часто спрашивают «Разве не главное, чтобы Бог был в душе? Зачем нужен посредник между Богом и человеком в виде священника? Разве человек не может напрямую молиться Богу, Отцу Своему Небесному? Или Господь прислушивается только к священникам и не внимает мольбам простых смертных? На эту тему в разделе «Слово пастыря» размышляет доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, отец Григорий Григорьев. В разделе «Православная жизнь» публикуются отрывки из воспоминаний псковского поэта Валерия Мухина о поэте Игоре Григорьеве, в честь которого в этом году проходил очередной международный конкурс лирико-патриотической поэзии «На всех одна земная ось». На этой же полосе газеты опубликованы разъяснения доцента кафедры Богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии Иерея Михаила Легеева о том, что такое ересь и в чём отличие ошибки от ереси. При храме Рождества Святого Иоанна Предтечи в Юках действует психологический клуб «Радость общения». Здесь вы сможете найти ответы на важные для себя вопросы, а также приобрести радость общения. Если вы желаете стать участником психологического клуба, в рубрике «Жизнь прихода» размещен график занятий на май-июнь текущего года. А детская страничка придётся по душе как маленьким читателям, так и взрослым любителям прозы и поэзии. Уважаемые телезрители, спрашивайте свежие номера газеты «Точка опоры» в храмах Выборгской епархии. В завершении выпуска хочу представить вашему вниманию серию журналов издательства «Русиздат» «Церковный ювелир и ризница», «Благукраситель» и «Церковный строитель». Значительная часть материалов в этих изданиях сделаны в форме интервью. И это не случайно. Со страниц журналов люди рассказывают о своём деле и нередко дискутируют. Читатели из первых уст узнают о том, как создаются церковные главки и укрепляются фундаменты храмов, как украшают храмы росписью и создают драгоценную богослужебную утварь. В журнале «Благоукраситель» из номера в номер публикуются материалы, посвящённые истории православного иконостаса, эволюции его облика. Серия включила в себя статьи, охватывающие два тысячелетия от первохристианского катакомбного храма и алтарной преграды Древней Византии до стиля модерн и многообразия нашего времени. Фоторепортаж и материал на эту тему опубликованы на шестой полосе. Интерес читателей может вызвать статья архитектора Кеслера Михаила Юрьевича, а вновь написанной иконе «Собора святых храмоздателей», то есть небесных покровителей тех, кто строит и благоукрашает православные храмы. В этот собор вошли святые, которые сами возводили или украшали святыни. В январе 2018 года была завершена работа по созданию стенописи Кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери, расположенного в городе Альметьевск, что в Татарстане. Над благоукрашением храма трудилась иконописная мастерская «Возрождение». В рубрике «Доброе соработничество» представлена беседа с руководителем мастерской Александром Гусаковским, который рассказал о том, как осуществлялась столь масштабная работа и с какими трудностями пришлось столкнуться. На страницах журнала «Церковный ювелир» и «Ризница» можно найти интервью с православным психологом Иреем Сергеем Тарнаги. Беседы этого автора давно полюбились читателям издания. В этот раз батюшка говорил о том, как правильно ставить цели перед организацией и идти к их достижению в условиях быстро изменяющейся действительности. На 12-й полосе размещены фотографии русского первопроходца фотографического дела Прокудина-Горского Сергея Михайловича. Его можно без преувеличения назвать драгоценным свидетельством минувших эпох. Наиболее известны сделанные им снимки представителей разных сословий и народностей Российской империи. Запечатлевал Сергей Михайлович и храмы, и хреликвии, убранство и утварь. Многие из этих фото сохранили для нас облик предметов, безвозвратно утерянных в эпоху воинствующего безбожия. Сочетание древесины и благородных металлов, включение дерева в палитру ювелирного искусства, прием которой был известен уже в древние времена. В наши дни он обретает новую жизнь. Об этом можно прочесть на 17-й странице. В следующем издании журнале «Церковный строитель» можно найти интервью с протеереем Владимиром Вигелянским, настоятелем храма мученицы Татьяны в историческом здании МГУ. Беседа посвящена истории и восстановлению интерьера этого храма. А на 27-й странице размещена беседа со старшим звонарем Московского Данилова монастыря, руководителем колокольного центра, работающего при этой обители, Иеродиаконом Романом Огрызковым. Отец Роман рассказал о том, что колокола различных эпох имели разный профиль, то есть разную форму, а потому и звучание их отличалось. Уважаемые телезрители, журналы «Церковный ювелир» и «Ризница», «Благоукраситель» и «Церковный строитель» выходят пять раз в год. Они адресно рассылаются по всей России архиереям, настоятелям храмов и монастырей, руководителям православных и профильных организаций, распространяются и на православных ярмарках. В интернете все выпуски представленных журналов можно найти на сайте издательства. Адрес вы можете видеть сейчас на экране. На сегодня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова